Всем добрый день, с вами Олеся и мы продолжаем астрологию дома в деталях. Давайте перейдем к лету, которое называется Лето Черного Пса, а значит земного. Это для тех, кто родился с 23 сентября 1976 года по 22 сентября 1977 года. В этот год не происходит никаких реформ. Власти занимаются одной лишь говорильной, переливаясь кустов в порожнее, а до дела их руки так и не доходят. Происходят незначительные военные кампании, но они быстро заканчивают из-за тяжких и переменчивых климатических условий. В это лето рождаются люди с потрясающим умением убеждать и доказывать, а в народе говорят, что лень матушка родилась впереди и них. Но мы с вами уже знаем, что цвет черный, это означает земной. И люди, которые родились в Лето Черного Пса, эти люди родились для того, чтобы охранять нашу землю. Это очень интересно. И давайте посмотрим на людей, которые родились в Лето, и вы поймете, про что я дальше вам расскажу. Лето Черного Пса Посмотрите, в одно лето родились для меня два очень таких ярких человека в моем детстве. Первая это Наталья Рейра, актриса, которая сыграла Дикого Ангела в сериале. И я даже думаю, что это была девушка, путеводная звезда практически для нашего поколения, детей 90-х. Также в этом году вы видите актрису Пайпер Пераба, которая сыграла в фильме «Бар гадкий койот». И удивительно, что эти два персонажа этих фильмов, в которых они сыграли, они сыграли для меня очень большое значение. Я была подростком в 90-х годах. Это время было не самое хорошее, но именно эти фильмы, этот сериал дал вот эту веру в то, что в искренность, в настоящую любовь, возможность построить свой собственный путь, светлый путь, в котором мы, я, я смогу добиться успеха. Представляете? И это было мое детство. И эти актрисы, эти роли, они стали для меня вот этой путеводной звездой. И мне повезло. Я считаю, что мне очень повезло, потому что давайте посмотрим, растут сейчас ребята. Какие фильмы они смотрят, думая, что вот они, сейчас они выйдут в мир взрослых. Ребята, которые растут в 10-х, 15-х, 18-х, 19-х годах. У нас фильмы «Голодные игры». «Голодные игры» — это те фильмы, которые очень популярны. «Голодные игры». Фильм о том, что все дистрикты, все районы, города работают на обслуживание и развлечение одного единственного Капитолия. И делается это очень жестоко. Потому что мы все родились одинаково для радости. И я поняла очень интересную мысль. Вот есть русские сказки, да, и в них заложена вот эта истина, да. Давайте с вами поговорим о том, как открыть эту истину. В русских сказках есть основные подсказки нам, вообще язык. Я даже еще одну передачу посмотрела, это мне, видимо, сразу, знаете, яростно эту тему думала. Мне встретилась эта информация и дала еще больше открытых дверей. Это потрясающе. Значит, в русских сказках есть, вообще лежит этот основной, есть этот смысл, эта истина. В каждой сказке говорится о том, что Иван должен пойти и найти этот клубочек, который укажет ему путь. И для меня вот этим в детстве клубочкам, на которые я вот этот мне крепшая, маленькая могла ориентироваться, это вот эти звездочки, да. То есть они дали мне вот это вот как бы основа. Даже в комнате как-то посветлело от этих мыслей. Я извиняюсь, отвлеклась, позвонили. Каждый должен найти этот путеводный себе клубочек. Потому что наш язык, вот я вам сейчас расскажу, вы начнете все понимать. И вы начнете очень много понимать и просто не сможете остановиться, как я. Потому что наш язык, это либо путеводная звезда для правды, либо паутина для лжи. И что интересно в нашем языке, у нас он очень богатый, это вы все знаете. Но обратите внимание на вот слова, которые есть в нашем языке. О нашему языку много тысяч лет. И это было, это получается, что это было даже до христианства. И наш язык говорит о духовности. И это очень круто. Надо вот этот сам язык беречь. Давайте посмотрим. Я вам сейчас все расскажу, это прямо. Иван. Итак, наш Иван и этот его клубочек. Этот клубочек подсказывает ему путь. Когда человек идет по своему пути, у него все получается просто. Потому что он идет по росту. А по росту это означает, что в согласии с мирами, которые тебе может дать Вселенная. Дальше. Он идет, его клубочек распутывается. И про такого человека говорят, что когда он идет по своему пути, то все у него, он путевый, у него все ладно, все складно. Значит, все легко, легко ключевое, а легко леги, это в согласии с легами означает. А леги это наши просветленные предки. Тоже очень интересно. Все у него легко, все у него складывается. Дальше. Если человек, про него говорят, он не путевый, это не значит, что он сбился своего пути. Это означает, что он еще не нашел свой вот этот вот клубочек. Понимаете? И так интересно, вот этот его клубочек, он распутывается. И важно, чтобы все это было гладко. Потому что если вдруг этот клубочек, он запутается где-то впереди, в паутине, тогда придется это все распутывать. И вот смотрите, эти все слова, они практически путь, путевый, паутина, распутать. То есть все очень близко, да? А тут же паутина, тут же путь. И вот важно, чтобы на своем пути люди не попадали в паутину, потому что иначе им придется выпутываться, а это очень сложно. Надо идти по своему пути. Итак, когда мы идем по этому пути, мы можем встречать, ну правда же, просветленных людей. Когда мы встречаем просветленного человека, мы начинаем идти за ним, потому что за ним свет. Он просветленный. Когда мы его догоняем, мы начинаем идти с ним рука об руку, локоток к локотку. Просветленный человек, за ним свет. Мы с вами тоже, вот если смотреть наш русский язык, ходим по свету. По земле мы ходим по свету. А второе значение, что мы ходим по свету. То есть мы ходим за светом. И смотрите, когда человек счастливый, мы говорим, его глаза светятся. То есть он идет по свету. Он идет за светом. Поэтому берегите свой свет в своих глазах. Дальше. Нам наш русский язык подсказывает. Это все, чтобы найти истину, найти свою путеводную звезду. Наш язык все нам подсказывает. Все в сказочках. Итак, смотрите, очень важно. Я была просто поражена. Сложно. Когда человек идет с ложью, то все получается сложно. Ложно. Сложно это когда с ложью. То есть если человек выбирает свой путь с ложью, то ему будет сложно. Дальше. Если к нам пришел враг, то мы ему врем. Мы врем врагу. То есть опять же, вот это про врать, да, это только для врага. А, кстати, про слово сложно. Еще. Тоже в наших сказках. Если Иван лежит на печи, он на ложе возлежает, то очень сложно, если он чего-то хочет, чтобы он это получил. Сложно, потому что он лежит на ложе. Вот это все нам такие подсказочки, чтобы нам было легко, чтобы мы не смотрели ни на кого, а знали, что у нас свой путь, своя звезда, свой светлый путь. Его надо найти. Итак, а что дальше? Какие дальше слова нам сразу накидываются? Обман. Туда же. Оборот вокруг меня. Вообще в старину это именно говорилось оборотная сторона меня. То есть когда человек думает одно, делает он другое, он живет не в согласии сам с собой. Даже, например, если он что-то пообещал, вот он произнес, а не сделал, обманул. То есть как бы у него нескладно получилось, да, и получается, что вот кто обманывает, его слово пустое, пустой звук. То есть слово твердо, как камень, да, когда ты сказал, подумал, сказал, сделал, все. Если нет, то это обман. Где обман, там и оборотень, то есть человек оборотень. Вот он двоякий, двуликий. Точно так же в целях корысти я начинаю корить. Вот представляете, сколько, смотрите, сколько заложено вот в наших словах, чтобы нам это было все понятно. Дальше я начала думать. Вот у нас очень много слов таких светлых, которые говорят... Кстати, как человек выбирает свой путь, путеводную звезду? Значит, критерий, куда идем, куда не идем, что делаем, что не делаем, это только по совести. Совесть, свет. Вот смотрите, это все туда же. По совести. Мы идем по совести. Вот, надо вот стараться. И очень много светлых слов в нашем языке, которые с корнем Ра. Радость, вера, вера в Ра, значит, рай, да, место, где Ра, место, где Солнце. У нас, конечно, на Руси был бог Ирила, бог Солнца. Но что-то мне подсказывает, что вот не зря же очень многие вот эти сказки, сказания, все древние греков взять, Египет, они все вот эти сказания про Божества отчасти где-то похожи. Как будто бы просто действительно мы куда-то все разбежались и немножко пока шли и пересказывали, что-то изменилось. Мне что-то подсказывает, что это все вера в Ра, вера в Свет, вера в Ра, в Солнце, идти по Свету, Свет в глазах, идти за просветленным человеком. Все это Ра. Ра это место, где Солнце, где Свет, именно так мы себе его представляем. Именно оно для нас вот как бы высшая какая-то степень радости. И также и правда. Это когда про Ра, про Свет. Когда ты говоришь про Свет, правду, то это со Светом идет. Туда же будет вам очень интересно знать о том, что вообще, когда нам дается вот этот ведь путь, это получается какая-то определенная на нас ответственность пройти свой путь, выбрать свой путь, найти свой путь. И может показаться, что нам чего-то не хватает, нам не хватает, может быть, в рюкзачке чего-то, чтобы мы достигли этой цели. Это удивительно, что когда, что вы, именно вы родились на земле, вот как каждая черта лица, бровки, форма губ, пальчиков, ноги, все-все-все, все в вас, это все, что вы имеете, это все вам дано, чтобы вы достигли своей цели. А это все очень нужно нашей земле для развития вперед. То есть вы очень важная частичка, я, все мы очень важные частички этой планеты, потому что именно наша жизнь, она вся в комплексе вот ведет. И все, что нам дано от кончиков волос до кончиков пальцев, это все, что мы с этим сможем достичь своего предназначения в этой жизни, пройти свой вот этот светлый путь. И все, что во внешности есть, все, что дано, это все не случайно. Так интересно. Конечно, на все это натолкнуло меня, ну как это в одно лето, две такие героини для меня. Ну, я прямо вот уверена, что когда я была на концерте Натальи Эреры, я понимала, что не только я люблю ее и благодарна ей за вот эту веру в это светлое. Конечно, таких фильмов много, но она была прямо вот этой душой поколения. Ее действительно очень любят в России, потому что, несмотря на такое тяжелое время, она дала эту веру. И мы все в себя поверили, мы все увидели в себе этот свет и стараемся его беречь. Надеюсь, и вы берегите свой свет. И русский язык, потому что он такие вещи открывает. А я, знаете, сейчас вообще не могу остановиться, и каждое слово пытаюсь найти. Конечно, русское какое-то, пытаюсь найти, как оно связано, какие-то вещи для меня еще доходят, и будут, я уверена, доходить, я буду с вами делиться. В общем, это безумно интересная история, которая помогает видеть мир чуть более прозрачным. Так, а мы с вами давайте посмотрим, как же оформить им черным псам, которые так мне лично помогли, и, надеюсь, еще помогут и откроют свет очень многим поколениям, решают дела земные, как же им оформить пространство вокруг себя. Ведь они такие особенные, как и мы все. Давайте полетели! Как мы с вами увидели из звезд, а это очень интересно, это нам тоже маленькая подсказка, что мы с вами видим лица трудолюбивых людей, а это значит, что что-то было в их жизни такое, что их напугало, и они запомнили вот это чувство на всю жизнь, при котором они не останавливаются. Даже добившись успеха, они достигают новых и новых вершин. А что это может быть? Это может быть бедность, это может быть потеря близких, то есть они это чувство запомнили, и они продолжают трудиться. В этом плане они не верят в сказки и понимают, что что-то нужно делать, чтобы эта потеря не повторилась. Как говорится, сказки сказываются, а дела делаются. Они знают цену деньгам, и для них дом – это атрибут лоска, работы. Они оформляют его хорошо, так как они уважают свой труд, свое место в жизни. Так и дом за них должен говорить. И, что немаловажно, нести перспективу на будущее. Соответственно, их стиль интерьера будет выбран исходя из их окружения и профессии. Цвета для них важны. Это земные, устойчивые, помещения просторные, а за перспективу отвечают надписи, награды, фотографии и призы. Вот такие интересные люди. Давайте же посмотрим, какой декор им подходит. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите, каким красивым текстилем можно обеспечить себе хорошее настроение в интерьере, задать правильную нотку и желание прийти к новым ярким берегам. И дикий шелк, который мы видим в виде крученных ниточек, из которых сплетена эта ткань с красивой золотой, золотым фольгированием внутри. Будет ловить солнце. С вами Олеся, а мы продолжаем дальше. И впереди нас ждет очень интересный черный тур. Мы с вами сейчас разговаривали про свет, про свет в глазах, про человека, который несет свет, просветление. И мне хочется сказать, я не знаю, почему в этом году этого так много, но умерла артистка Юлия Началова, которая для меня всегда была вот этим невероятно светлым человеком. И ее голос, ее талант, для этого не нужно музыкальное образование. Я уверена, все мы видим, насколько она талантлива. И от этого действительно очень грустно. у нас такая эстрада, что мы видим не срез талантливых людей, а мы видим срез тех, кто сел, кто занял места. И отчасти вот, а ее глаза, ее музыка, ее вот сила, которую она несла, ее свет, он бесспорно, это свет человека, который мог вести за собой, который дарил свет людям. И мне очень жаль, потому что должны у таких людей быть места. Когда смотришь программу, ты понимаешь, что у нее были клипы, у нее были песни, ты ее не видел. Потому что на экране показывают только срез людей, тех, кто сел, и сел давно. И так как мы все очень много работаем, и я думаю, что только, наверное, меломаны занимаются поиском музыки, как-то выбирают из себя. У меня, к сожалению, не всегда на это есть время, хотя я являюсь поклонником таких для себя людей, которые действительно, их песни у меня отзываются, их музыка меня не оставляет равнодушной. И я считаю эту музыку очень классной, и по возможности я ее слушаю. Но, конечно, я не искала Юлию Началову в поисковике. Но я ее и не видела на экранах. Потому что, а почему? Мы будем смотреть на старых звезд, они не являются отражением современности, они не являются отражением прямо суперталантливых. Ведь мы сейчас, например, смотрим на Бузову, мы ее видим по каналам, а есть бесспорно наша русская, Витни Хьюстон, Марай Кель ее называли, Юлия Началова с голосом, который просто от природы, шикарный, очень красивый, светлый человечек. И ее было бы смотреть, ну куда приятнее. И вот как-то все это перевернуто. Перейдите свой свет и давайте двигаться дальше. Я не твоя, а ты не птица, я не твоя, и ты не мой. А ты не мой. Уу-у-уу-у-у-у-у-у.